всем привет сегодня будем ремонтировать вот такой вот блок питания да 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 вот этот хлам нет но просто потребовался качественный блок питания и я вот посмотрел у себя у меня валялся такой блочок тут провода в принципе нормальные качественные такие хорошие и посмотрел по конфигурации ну блин классный блок и этикеточка то смотрите очень похоже на фейсбэшный блок цунами и блок а x 450 pn по 12 вольтовой линии выдает но написано 32 ампера да но суммарно комбинация получается 350 ватт но это вполне очень неплохо то есть нормальная отдача мощности 400 ватт ну и пиковая 450 ну то есть хороший такой качественный 400 ваттный блок питания достался мне вот в таком вот состоянии в убитом прям в убитом в убитом даже без вентилятора ну не суть и смотрим да вот вот знакомая до конфигурации тот чинить блоки питания уже я думаю сразу смекнули входные электролиты 820 микрофарад 200 вольт вот здесь пассивный типа apfc до стоит типа описи ну так скажем и самое замечательное когда я сразу увидел что вот это вот шим-контроллер здесь стоит это шим-контроллер фспшный 3528 я сразу понял что это блок именно фсп да это фспшная полностью конфигурация да и я по вот этим вот двум конденсатором которые стоят на линии дежурки сразу определил что это фсп ну и вообще плата вот организация всей платы фспшная и у фсп также стоят вот эти фильтрующие конденсаторы они очень высокоемкие на выходе вот они они все скучные ну то есть задача я думаю тривиальной я не знаю конечно ну поменять конденсаторы по дежурке впаять керамику чтобы не дулись вот эти конденсаторы и здесь все то же самое произвести перепаять вот эти конвер чеки и дальше будем пробовать запускать обязательно вот этот злобный тумблер да если его переключить что будет может посмотреть по видео какой интересный эффект будет обязательно его я удалю чтобы шаловливые ручонки да а ручонки то они шаловливые они хотят всегда узнать что будет если переключить этот тумблер так вот его надо будет обязательно выпаять ну вот сейчас этим и займемся такой вот простой я думаю ремонтик будет потому что вот этот шин контроллер он же супервизор то есть два в одном настолько хорошие микросхемы удачная что чтобы сломалось что-то в этом блоке питания я уж не знаю что должно произойти ни одного блока питания формата вот этого фс пешного старого ну кроме как конденсаторы но ничего не происходило поэтому я надеюсь что замены конденсаторов мы этот вопрос решим а там кто его знает кто его знает ну что поехали плата уже смотрю тут кто-то разрезал сэндвич для выпаяки вот этих конденсаторов не знаю кто вот а мы разрезаем здесь герметик аккуратненько так чтобы сильно ничего не повредить чтобы потом можно было выпаять тяжело выпаивать очень плотный монтаж поэтому тут главное не спешить все получится так не достаю не достаю ладно и начинаем выпаивать сначала конденсаторы дежурного питания опа до монтаж плотноватый насколько 10 вольт 1000 микрофарад мой строну а почему 10 вольтовый здесь стоит так а здесь у нас конденсатор стоит тоже 1000 микрофарад 10 вольт то есть два кондиора по дежурке на 10 вольт стоит ну да бог с ними выпаиваем дальше конденсаторы так вот этот вот спущенный тут конечно такое удовольствие подлезть так не просто не просто ну да конденсатор конечно ух ты 3300 микрофарад 10 вольт так вот этот конденсатор насколько он здесь стоит горячо тоже 3300 10 10 вольт вот такие вот конденсаторы вот они ребята какие тут ставят качественные кондеры так а вот этот придется по особой технологии выпаивать сейчас покажу по какой крутой технологии кстати а мне об этом подсказал один человечек вы же понимаете что вот этот конденсатор очень тяжело вытащить берем саморез и отвертку и что делаем правильно думаете запиливаем этот саморез в наш конденсатор вот так закручиваем и теперь видите да отлично первый раз я пробую такую методу офигенскую и дальше берем пассатижики оба видите да вот такая вот методика то есть с этой стороны вот схватил за сам конденсатор а с этой стороны на за саморез вот он красавчик тоже на 330 микрофарад 10 вольт это нам еще пригодится выкручиваем вот такая интересная метода но все равно нам конденсатор он не нужен он битый вот и самый сложный вариант это вот этот конденсатор но прежде чем до него долезть нам надо открутить плату управления вентилятором мы сейчас постараемся демонтировать и откусили они провода он есть там еще ну пусть мою сторонку так отведем и мы таким же образом завинчиваем саморез отлично вот в таком вот положении подбираемся пассатижиками хватаем переворачиваем плату и выпаиваем наш конденсатор так осталось только вот найти где 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 он здесь у нас этот конденсатор так 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 по моему вот это да вот плата фсп конечно нихрена не идет не идет не идет плотник сидит он герметик там хорошо налит ладно попробуем олово отсосом отсосать все это дело а потом вытаскивать соберем по максимуму олова что-то плохо собирается на гонор смочить да что-то плоховато так смочим здесь отлично пошла жара отлично вот что значит свеженький припой прям хорошо убирается ну и все в принципе ножки я отпаял и теперь можно прям вытаскивать наш конденсатор даже вот так в раскачку нифига себе неужели не то не то готово вроде да вроде бы те те контакты так все есть все мы вытащили а этот конденсатор у нас на тоже 10 вольт 4 700 микрофарада да вот такие вот огроменные конденсаторы просто огроменные да нет все там я выпал а нет одну ногу неправильно выпал да одну ногу неверно чуть-чуть ошибся одну ножку неверно выпал ну ничего бывает так все я подготовил эти конденсаторы на 12 вольтовой линии целые я их менять не буду теперь пойду подыщу конденсаторы смотрите как специально положили резистор положение лежа подберу конденсаторы и будем запаивать и потом проверять подобрал я вот такие конденсаторы 3 300 микрофарад 10 вольт 4 700 10 вольт и на дежурочку я впаяю 1000 микрофарад 16 вольтовый конденсатор 16 вольт а а Есть такой косяк, у этих блоков питания нет емкости шунтирующей и вот мы будем впаивать емкости с м.д. вот такой вот на 0,1 на 0,1 микрофарада каждому конденсатору в параллель чтобы они не грелись так на каждую линию по одному керамическому конденсатору сюда 1 на 5 всб 2 3 4 5 6 ну принципе на одну линию даже получается по два кое-где да ну и пусть то есть шесть штук окей шесть штучек так сколько здесь как раз шесть штук отлично ну давай пусть 7 лишний не будет а все равно через дроссель нормально получится и сейчас все это дело прямо на конденсатор вешаем особенно это критично на дежурке дежурка потому что у нас работает дольше всех потому что в режиме ожидания компьютерный блок сам спит но дежурка работает поэтому желательно блоки питания не блоки питания помощью системники обесточивать на ночь что я и делаю так мы продляем жизнь дежурки ну и меньше придется лазить в бок питания так один конденсатор есть 2 запаиваем на самом деле я не всегда это делаю вот такие керамические конденсатор запаиваю но вот в этом блоке что-то я решил дай-ка попробую какой будет эффект положительный или нет так 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 бачком отлично но судя по комментариям что некоторые люди это делают и говорят что это очень позитивно сказывается но по логике по теории да это полезно но как показывает практика я не знаю вот поэтому мы так скажем будет как бы эксперимент но опять же это эксперимент когда принесет плоды сложный тот тот еще вопрос если у кого-то есть данные по такому эксперименту отпишите в комментариях очень будет полезно почитать ну и люди не только же меня я люди и другие читают такие интересные комменты но я вот встречал по крайней мере в старых блоках питания что все силовые линии да все сидений и питающие шунтируют керамикой это как бы считается хорошим тоном но блоках питания почему-то это не делают то ли это искусственное ухудшение качество то ли удешевление не могу сказать может быть место мало да ну навряд ли уж для керамических конденсаторов я думаю найти место не проблема на плате поэтому сложный вопрос почему и зачем так сделали ну так делают что не ставят их я думаю это специально фича разработчиков чтобы блок побыстрее вышел из строя и попал ну и чтобы пользователь пошел и купил новый блок ну как быстро принципе он свой срок как бы отслужил там сколько по-любому отслужит он года два с половиной три потом начинают с 20 конденсаторы кондер чеки вдувать в первую очередь от чего от плохого охлаждения то есть блок питания всегда должен быть чистый то есть обслуженный продукт и вычищен так все мы линии а вот запаял я все отлично остались осталось нам усики откусить видите да все керамикой зафигачил каждую линию и на некоторых линиях до по 2 керамики даже поставил ну там потому что они они линии все через дроссель фильтруются поэтому керамика в принципе и после дросселя тоже по моему я смотрел хуже от этого точно не будет все убираем лишние выводы выводы здесь классные толстые довольно таки их не выкидываем мы будем использовать для всяких нужд я очень часто выводами много что соединяю скрепляю наращиваю дорожки и тому подобное хочу удобно вот они уже готовы и защищать ничего не надо никакие не провода но это опять же для жесткой таскать для жесткой сцепки так мы тебе ничего не буду тут в принципе ничего такого криминального нет вот поэтому сейчас буду подпаивать провода и запускать я надеюсь что блок питания у нас стартанет так у нас вентилятора нет вентилятор надо будет найти сейчас так все я подключил единственный вентилятор не поставил но думаю должен запуститься в принципе ну что поехали дежурка вроде запустилась да и блок поднялся все отлично потребление 13 ватт блок работает power good в норме блок отключаем так не отходя от кассы проверяем напряжение подаем питание дежурка у нас поднялась и замеряем напряжение напряжение 5 и 15 отлично запускаем блок питания блок запустился всем линии поднялись напряжение дежурки не изменилось напряжение 12 вольт проверяем 1278 отлично напряжение 5 вольтовой линии 5 15 замечательно 33 вольта 345 минус 12 минус 12 18 и power good у нас три с половиной вольта что отлично пульсации в режиме дежурки то есть блок отключен стендбай режим и у нас пульсации в принципе нормальные до 20 милливольт это замечательно так включаем блок питания и пульсации вот поднялись до 60 милливольт но немножко превышает по 12 вольтовой линии пульсации составляют нас в норме до 120 милливольт это нормально 90 милливольт 5 вольтовая линия и здесь у нас пульсации достигают вообще замечательные порядка 30 милливольт а допуск до 50 33 вольта линия такой же допуск как у 5 вольтовой линии до 50 милливольт и в принципе ну чуть до чуть-чуть превышают но в принципе нормально 65 но это норма практически и минус 12 вольтовая линия она нас сюда пляшет и выдает всякие кракозябры ну вот да видно да не вполне 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 очень даже неплохо 50 милливольт но это просто замечательно по 12 вольтовой линии а вот такой вот блок питания вполне отличный и замечательный я скажу вам по пульсациям все замечательно претензий к нему нет классный блок я вообще люблю блоки fsp я не знаю зачем покупать какие-то там новые блоки до в магазине непонятного качества кому нужны слабомощные блоки считаю что блоки фсп и в принципе power man это это клевые блоки поэтому иногда проще взять с рук починить и получить вот такой результат так мне осталось впаять вентилятор установить ну в конечном итоге наверное небольшое видео сделаю что вот я собрал все окей ну что получилось этот из этого куска хлама собрать вполне отличный блок питания много конечно винтиков пришлось найти но вполне все чудесно получилось новый вентилятор поставил решеточку ну что поехали запустим проверим его с вентилятором вентилятор плавненько запускается все отлично работает бой теперь этот думаю блок питания будет как новенький работать будет прилично на этом у меня все всем кому понравилось ставьте лайк кому не понравился дизлайк пишите комментарии вы были на канале домовой до новых видео всем пока пока и успехов субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok как Uz